Вести Карачаева, Черкесия В Карачаевой Черкесии, как и в стране в целом, завершены мероприятия по частичной мобилизации. Жители Черкеска смогут привиться от COVID-19 назальной вакциной. И в регионе стартовал осенний призыв в армию. 400 молодых парней из Карачаевой Черкесии отправятся на срочную службу. Далее об этих и других темах подробнее. Встреча с МВД и ФСБ Милаганаки в Адыгея и Архыз в Карачаевой Черкесии. Для прямого транспортного сообщения между Сочи и Архызом будет проработано строительство железнодорожной ветки. Правительство страны продлевает некоторые меры поддержки бизнеса до конца следующего года. Об этом рассказал председатель правительства страны Михаил Мишустин. Правительство продолжает активно поддерживать российский бизнес в период санкции со стороны недружественных стран. Ранее был принят целый ряд решений, которые вошли в план первоочередных действий. Эти меры дают результат. Экономика плавно адаптируется к существующим вызовам. Чтобы сохранить позитивный эффект, мы продлим некоторые из них на весь следующий год. Так акционерные общества и общества с ограниченной ответственностью смогут избежать ликвидации, даже если стоимость их активов опустится ниже размера уставного капитала. А в случае реорганизации публичных акционерных обществ определить средневзвешенную стоимость их акций можно будет в течение одного месяца. Также сохранится возможность взимания справедливой платы с арендаторов из недружественных стран, тех, которые закрыли свои магазины, но продолжают занимать помещение, не неся серьезных расходов, поскольку по договору обязаны выплачивать хозяевам площадей долю с оборота. Для таких компаний можно будет установить платеж в размере среднемесячной оплаты за прошлый год, либо разорвать договор аренды в одностороннем порядке. Эти меры позволят снизить негативные последствия действия санкций, уменьшить для наших предпринимателей административную нагрузку, ну и добиться более справедливого перераспределения рисков. В Карачаево-Черкесии, как и в стране в целом, завершены мероприятия по частичной мобилизации. В соответствии с приказом Минобороны прекращаются все мероприятия, связанные с призывом граждан в рамках указа президента страны о частичной мобилизации, в том числе и вручение повесток. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов дал поручение республиканскому военкому Сергею Белобородову подготовить всю необходимую документацию о завершении мобилизации и довести информацию до районных подразделений. При этом продолжается работа по приему добровольцев и кандидатов для прохождения контрактной службы. В ходе частичной мобилизации наши земляки, жители Карачаево-Черкесии, достойно приняли этот вызов и отправились на защиту Родины. Среди наших мобилизованных много тех, кто сделал этот выбор добровольно и осознанно. Сегодня в очередной раз хочу искренне поблагодарить наших ребят за проявленное мужество, а их родителей и за воспитание настоящих защитников, отметил руководитель республики. Стартовал осенний призыв в армию. Проводиться он будет в плановом порядке и никак не будет связан с проведением на территории Украины специальной военной операции. Все новобранцы будут служить исключительно в России, срочников не направят в воинские части новых присоединенных регионов, а также в зону специальной военной операции. Об этом журналистам республиканских средств массовой информации сообщил военный комиссар республики полковник Сергей Белобородов. Осенний призыв будет проводиться планом, согласно указу президента Российской Федерации. Предстоящая призывная кампания никак не связана с проведением специальной военной операции. Проводится плановый призыв осенью 2022 года, и все призывники будут проходить службу на территории Российской Федерации. В Донецкой, Луганской народной республике и Херсонской-Запоросской области призывники на прохождение службы направляться не будут. В военных комиссариатах завезено и находится уже на сборном пункте все необходимое имущество для обеспечения вещевым удовольствием, продовольствием. Большинство наших призывников, бывающих на прохождение службы, будет проходить службу в вооруженных силах, также будем направлять войска национальной гвардии и МЧС. Большинство призывников будет направлено в учебные воинские части, и будет, соответственно, с ними проведена подготовка по военно-учетным специальностям. В дальнейшем они будут распределены по воинским частям и будут дальше продолжать боевую подготовку, осваиваться воинскую специальность. Остальные наши граждане попадут в воинские части и будут также заниматься изучением боевой подготовки и поддержанием боевой готовности нашей страны на территории Российской Федерации. Уколо 500 граждан нашей республики будут признаны ворошенные силы. В региональном министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства состояло совещание с представителями органов местного самоуправления республики по вопросам реализации федерального проекта формирования комфортной городской среды на территории республики. Отмечено, что в текущем году в 22 населенных пунктах региона было благоустроено 50 дворовых и 13 общественных территорий. Вместе с тем участники и мероприятия рассмотрели дизайн проекта объектов, благоустройство которых в рамках федерального проекта планируется в следующем году. В Карачаево-Черкесии уже скоро появятся пункты придорожного сервиса. До конца года мы увидим их вдоль автомобильных дорог федерального значения на пути следования к курортным зонам в Кавказском, Кумыше, Дамбайе, Гумбаши, Эркин-Юрте, Красном Кургане, Усть-Джигуте, Кардоникской и в районе села Важное. Всего 11 объектов, они будут оформлены в едином архитектурном стиле. Строительство этих объектов стало возможным благодаря победе Карачаево-Черкесии в грантовом конкурсе федерального правительства. Об этом рассказал министр туризма и курортов республики Расул Тикеев. У нас в регионе появится 11 новых придорожных сервисов, где туристы смогут получать необходимые услуги, остановиться, передохнуть, перекусить, воспользоваться инфраструктурой, которая там будет. Это и зона отдыха, это и зона кафетерия, зона торговая, где можно будет приобрести необходимую сувенирную продукцию и так далее. Конечно же, радует то, что они будут стилизованными в едином стиле. Мы ожидаем, что это будет качественное решение для путешествий. Ремонт дорог в Черкесске Фестиваль науки, технологий и искусств в Карачаево-Черкесии «Создавай будущее» прошел в Карачаево-Черкесском государственном университете имени Умара Алиева. Своим опытом и наработками в разных отраслях с участниками форума поделились спикеры из соседних регионов, а также из Москвы и Санкт-Петербурга. Об этом сообщил ректор университета Таусултан Узденов. Карачаево-Черкесский государственный университет, центр сосредоточия, притяжение всех этих трех составляющих несет определенную ответственность за развитие нашей республики. И как старейшее учебное заведение высшего образования нашей республики с 1938 года выполняет очень большую миссию. Миссию по формированию новых поколений и образованных людей, интеллигенции, профессиональных кадров, ну конечно же, науки и культуры. Субтитры создавал DimaTorzok «Информацию комментирует министр труда и социального развития республики Руслан Шаков». Это та категория, которая нуждается в нашей заботе и поддержке. К сожалению, из-за ковидных ограничений не всегда удавалось нам уделить соответствующее внимание этой категории граждан. Ну и кроме того, мы знали, что это первый в мире и единственный в Российской Федерации такой знаковый театр, который отличается особым мастерством, профессионализмом. И хотелось, чтобы они нас поздравили, а наши коллеги имели возможность любоваться их мастерством. Субтитры создавал DimaTorzok За 9 месяцев этого года на территории Карачаевой Черкесии зарегистрировано 42 преступления в сфере лесопользования. Возбуждено 36 уголовных дел за незаконную рубку лесных насаждений и 6 дел по статье «Служебный подлог». К уголовной ответственности за преступления коррупционной направленности привлечено 3 должностных лица. Раскрытый направлено в суд 31 уголовное дело. Комментирует информацию начальник отделения Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Карачаевой Черкесии Наталья Маслеева. Анализ объемов, реализованный в рамках лесных аукционов древесины, свидетельствует о том, что начиная с 2019 года по настоящее время наблюдается существенное снижение выделенной кубатуры леса. За последние 3 года количество отведенной древесины сократилось в 25 раз. Наблюдается снижение количества коррупционных преступлений, совершенных в данной сфере. Мероприятия по противодействию правонарушениям, связанным с незаконной рубкой лесных насаждений, умышленными поджогами лесов, а также выявлению коррупционных связей в сфере лесопромышленного комплекса продолжаются. Радио России. Карачаево-Черкесия. Погода. По сообщению синоптиков Республиканского гидрометеоцентра, завтра по Карачаевой Черкесии ожидается облачная погода, местами дождь. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха плюс 7, 12, в горах местами до плюс 7. Утром в горах местами, на дорогах гололедится. В Черкесии дождь, ветер западный 5-10 метров в секунду, а столбик термометра поднимется до 12 градусов. Это все новости к этому часу. С ними вас знакомил Марти Киев. Берегите себя и своих близких. Всего доброго. На правах рекламы. Пираты захватили Кисловодск. Захватывающее цирковое шоу с 29 октября в Кисловодском цирке. 2-96-58. Спешите узнать тайну пирата. Вниманию водителей и пассажиров, планирующих поездки в Крым и обратно. На сайте Министерства транспорта Российской Федерации в разделе «Деятельность» во вкладке «Об организации логистики между Республикой Крым и Краснодарским краем» вы можете ознакомиться с вариантами передвижения между регионами. На странице собраны все альтернативные маршруты как для частных пассажиров легкового транспорта, так и для водителей большегрузов. В разделе можно узнать информацию о работе автомобильного, железнодорожного и морского транспорта, выбрав удобный вариант передвижения. Подробности на сайте mintrans.gov.ru Что можно сделать за 10 минут? Приготовить бутерброды, навести порядок на столе, ответить на рабочее письмо или принести хлеб и молоко бабушке по соседству. Это не тайм-менеджмент, это волонтерство. Помогать пожилым людям продуктами и лекарствами – доброе дело. Но главное добро в этом деле – ты. Ты. Присоединяйся на добро.ру ноль плюс. Вы слушали Радио России, Карачаева, Черкесия. До новых встреч!